Апельсиновая береза Десногорск Апельсиновая береза Со своей стороны мы хотим выстроить Системную пирамиду Не подготовки профессиональных спортсменов А системную пирамиду Развития массовой физической культуры и спорта Которая естественно должна дать Какие-то плоды Развития профессионального баскетбола В городе Десногорске Поэтому присутствие какой-то команды Со временем Оно будет той вершиной пирамиды Которая позволит детям В первую очередь Десногорска Иметь ориентиры куда стремиться Хотя повторяюсь Наши ориентиры это Десногорск Это Смоленская область Это Центральный федеральный округ И то что сегодня партнерами нашего проекта Помимо Смоленской станции Росэнергоатома Помимо администрации Смоленской области И муниципального образования Город Десногорск Является такой выдающийся спортивный клуб Как Центральный баскетбольный клуб Динамо Говорит о том Что у нас намерения самые серьезные и честолюбивые В этот же день состоялся торжественное открытие Кубка Смоленской атомной электростанции По баскетболу среди юношей и девушек Школ Десногорска Второй день был не менее насыщен спортивными событиями Игры за третье место и финал кубка А также торжественное открытие Кубка Смоленской области по баскетболу В котором приняли участие Семь команд из городов Десногорск, Смоленск, Рослад и Сафонова Узнала о таком событии И считаю, что оно достойно И обязательно должно такие мероприятия Такие особенно спортивные события В нашем городе быть Я рада тому, что будет развиваться Этот детский баскетбол Я так поняла правильно, да? И что наши школьники Имеют возможность приобщиться К этому виду спорта И не просто вот на таком любительском уровне А если это будет профессионально и хорошо Это будет просто здорово Баскетбол очень интересная и увлекательная игра Технически сложная, но можно всему научиться 26 ноября состоялось заседание пленума Десногорской городской ветеранской организации Войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов При полной явке членов совета Единогласно был избран президиум И утверждена повестка дня и регламент С докладами о социальной защите ветеранов Выступили Людмила Александровна Захарова Заместитель председателя Десногорского совета ветеранов И Злата Валерьевна Бриллиантова Начальник отдела социальной защиты населения Я хочу поблагодарить всех Присутствующих, которые здесь присутствуют Руководителей За их такое трепетное отношение К ветеранам За их сотрудничество Не только за этот год Который мы зачитываемся А за каждый год Приятно всегда говорить о том, что нет такого случая, чтобы где-то кто-то что-то не сделал Злата Валерьевна подробно рассказала о проделанной работе по принятию мер, направленных на выполнение гарантированных федеральным и областным законодательством, экономических, социальных и правовых мер социальной защиты и поддержки Отметив, что по-прежнему социальная защита ветеранов войны и труда является одним из приоритетных направлений в ежедневной деятельности отдела Все своевременно получают у нас назначенные ежемесячные выплаты Которые идут из средств областного и федерального бюджета И которые всегда у нас расходуются по назначению Большое значение отдел социальной защиты уделяет именно консультативной помощи Никогда в принципе никому не отказывали в консультациях, что это по телефону, что при личном приеме Точно так же ведется разъяснительная работа и информирование через средства массовой информации Если что-то у нас меняется в законодательстве, мы всегда стараемся разъяснить это все, объяснить жителям нашего города, ветеранам нашим в средствах массовой информации Также проводятся, где проходят какие-то мероприятия, мы там присутствуем, мы тоже самое стараемся донести те изменения, которые происходят в законодательстве до наших ветеранов И поэтому всегда говорим о том, что при наличии вот этих правовых знаний вы всегда можете своевременно обратиться и воспользоваться теми льготами, которые вам положены Участники пленума отметили, что городским советом ветеранов и отделом социальной защиты населения Десногорска проделана определенная работа по социальной и правовой защите ветеранов В соответствии с постановлением пленума было решено совместно с администрацией города осуществлять оказание адресной помощи нуждающимся, поддержку больных и одиноких ветеранов, улучшение жилищно-бытовых условий ветеранов Председатель городского совета ветеранов Игорь Владимирович Журавлев доложил о работе по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи Что мы делаем в этом плане? Буквально до года два очень активно привлекали фронтовиков в связи с тем, что у нас сейчас осталось 27 и только двое, которых можно представлять людям То естественно, что вся нагрузка легла на участников войны в Афганистане, Чечне и Югославии, на вооруженные силы, на морское собрание То есть на новое поколение, которое воевало или имело отношение к воинской службе Ну, чтобы не уникать долго, скажу, что допустим в этом году было 25 лет вывода войск из Афганистана С 15 февраля, это день вывода, до 23 февраля, это за 8 дней, мы провели 26 мероприятий, это мои ребята Это в день получалось по 2-3 мероприятия Вот я как мог выдергивал, причем нужно было не просто говорить или рассказ, или лекции, или беседы вести Нужно было петь, нужно было там стих рассказать, в зависимости от аудитории А выступали мы во всех средних школах, в детском доме творчества, музыкальной школе, в Якимовичской средней школе, в солнышке, в интернате, в колледже Поскольку я нахожусь во главе поискового движения в нашем городе, то считаю, что у нас поисковая работа на определенном уровне, на высоком поднято Через нас ежегодно проходит 20-25 молодых людей, к сожалению, остаются 2-3 человека, потому что все идут к нам за романтикой А у нас нужно 36 дней быть в поле, жить в палатках, кушать то, что сможем сами сделать И по 12 часов в день бегать в полицию и заниматься поиском, затем изгумацией солдат То есть остаются только те, кто действительно понимает, что это такое Работаем мы очень хорошо и активно За этот год мы подняли 195 солдат вооруженных сил, то есть рабочих средств Красной Армии 42 медальона Нашли, вернее, восстановили 6 фамилий солдат полностью и троих нашли родственников К сожалению, от одного солдата родственники отказались Украина, Харьков У нас в феврале следующего года 10 лет исполняется отряд За все в это время мы подняли 994 солдата Нашли 132 медальона, 54 прочитали Найдены 2 награды боевые Найдены 21 родственник Увели родственники 21 солдата 6 солдат по просьбе родственников были отвезли на родину И их похоронили на семейных кладбищах И надо сказать, что в принципе-то нас хорошо оценивает и центр Смоленский, и Москва Потому что у нас 6 человек из нашего отряда Это взрослые, правда, все мужчины Награждены медалями Министерства обороны За укрепление памяти наших военнослужащих Несмотря на все имеющиеся трудности И с лекарственным обеспечением И льготным медицинским обслуживанием Ветераны Десногорска планируют принять Самое активное участие в праздничных мероприятиях Посвященных 70-летию Великой Победы А все мы уверены Будем и в дальнейшем чтить память ушедших И проявлять заботу и внимание К тем, кто подарил нам мирную жизнь Всероссийский фестиваль креативного современного искусства Апельсиновая береза состоялся в Десногорске 27-28 ноября Апельсиновая береза – это проект, шагающий в ногу со временем И объединяющий талантливых людей Которые работают и проявляют себя в различных видах искусства Открывая новые формы, стили и приемы в творчестве Программа фестиваля получилась очень насыщенной В нее вошло большое количество номинаций Вокал, хореография, художественное слово А также показ двух драматических спектаклей «Зеленый поросенок» и «Маленький принц» А желающие могли принять участие в большом количестве мастер-классов Организаторы фестиваля – москвичи, молодые и перспективные творческие люди Наш проект работает на территории Российской Федерации Также на территории СНГ в Республике Беларусь В нашем проекте есть две школы мастерства артиста по направлению вокальное искусство и хореографическое искусство Цель нашего проекта, в первую очередь, наверное, знаете, не организовать конкурс, да, где раздать дипломы, кубки и уехать А организовать большой мозговой штурм для творческих людей Члены жюри же тоже могут учиться у детей, у артистов, которые на сцене себя проявляют, что-то показывают И пока у нас это удается Мы добиваемся этой органики, добиваемся какого-то искреннего состояния Открыл фестиваль детский театр «Гном» руководитель Дания Макарова спектаклем «Зеленый поросенок» по сказке Юдина Как рассказала нам Дания, это она и ее ребята предложили организаторам провести фестиваль у нас в городе В тот момент получилась у нас такая команда сильная, ребят, старшей группы И так получилось, что этот проект не очень дорогой, потому что это рядом Белоруссия И мы поехали, договорились, поехали, возили туда мистера Твистя Кстати, большая команда у нас была, средние группы тоже поехали Это была композиция по произведению Светлана Алексеевича «Соло для детского голоса» Военная тема, а старшие ставили мистера Твистя И вот мистер Твистя взял такую самую высокую оценку фестиваля Гран-при Ну, конечно, мы там обнимались, целовались и поняли, что у нас взгляды одинаковые с этими ребятами И вот говорим, давайте к нам в Десногорск Целых два дня соревновались творческие коллективы из городов Дорогобужа, Смоленска и Десногорска Доказывая себе и зрителям, что они самые-самые в своих жанрах Мы привезли квартет вокальный, веселый квартет называется, солистку Ну и поскольку сама я хоровик и пою, будем так говорить, со школьной скамьи И вот этот дуэт, который сегодня услышат, это, в общем-то, Тамара Королева Мы с ней поем, опять-таки, со школы, ну, около 40 лет И поскольку мы едем с детьми, ну, решили, как за это, тряхнуть стариной Вот, просто выступить Вот как бы три коллектива у нас Надо отметить, что зрителей в эти дни в зале было немало Десногорцы и гости города поддерживали всех участников И такая теплая и дружелюбная атмосфера длилась в течение всего фестиваля Хорошо, что на нашей земле, Смоленской, мы принимаем такой креативный проект, как Апельсиновая береза Ребята молодцы, творческие ребята, все у них здорово Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!